Девушки отдыхают В столице Татарстана очередной подарок нефтяников всем любителям прекрасного. Аида Гарифульна выступила во Дворце культуры нефче с сольным концертом. Прекрасный, теплый прием. Огромное спасибо публике. Спортивные традиции крепче любого мороза. Нижняя Мактама приняла 48-ю спартакиаду сельской молодежи. Для того, чтобы быть сильным, выносливым, нужно быть спортивным и здоровым. Проводили зиму. В Альметьевске прошли масленичные гуляния. Собирается народ, город. Это здорово, что мы можем здесь повеселиться, встретиться. Начнем выпуск главной культурной новости прошедшей недели. Прославленная оперная певица, заслуженная артистка Татарстана Аида Гарифулина посетила Альметьевск. Еще неделю назад она была на Первом канале у Ивана Урганта. Впереди ее ждут гастроли по оперным столицам Европы и мира. Накануне визита в наш город певица дала сольный концерт столицы. Генеральным партнером выступлений в Москве и Альметьевске стала компания «Татнефть». Дуэты с Андреем Бочелли и Пласидо Доминго, роли в театре и даже кино. Солистка венской оперы Аида Гарифулина призналась, что несмотря на оглушительный успех вдалеке от родины, возвращаться в Татарстан всегда приятно. «Прекрасный и теплый прием, огромное спасибо публике. Ну, в самом деле, для меня это большая-большая честь, большое счастье выступать на Татарстане. Поэтому я с удовольствием приеду снова». Аккомпанимировал оперной деве государственный академический симфонический оркестр имени Светланова под руководством немецкого дирижера Йохана Ридера. Первое отделение началось с увертюры к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки. Выход Аиды Гарифулина сопровождался овациями. Звезда венской оперы исполнила роман с римского Корсакова на слова Кольцова. Прозвучали полоны с Чайковского, оперные арии на русском и итальянском языках. Речитатив и ария куртизанки Виолетты из оперы «Травиата» Джузеппе Верди был особенно эмоциональным. После концерта Аида рассказала о самых любимых произведениях в своем репертуаре. Из тех, которые я исполняю сама, это Ромео Джульетта Гуно, который мы буквально только что отпели с маэстро Доминго, он дирижировал венскую оперу, любимая опера «Богема». И то, что я еще не пела, но дай бог предстоит, это «Мадам Баттерфляй Печини». Аида Гарифулина – обладательница мощного сопрано. Любовь к академическому музыкальному искусству прививала с детства ее мама – дирижер хора. Быстро покорив родной край, 18 лет Аида поступила в Высшую школу музыки в Нюрнберге, затем продолжив обучение в Венском университете музыки и исполнительского искусства. Вена – оперная столица мира, была ее детской мечтой, которую Аида реализовала, став солисткой Венской государственной оперы. Сегодня певица продолжает покорять крупнейшие оперные сцены всего мира. Ну, гастролируют часто, действительно приходится много ездить, летать, иногда, несколько раз в неделю. Ну, это часть профессии, и к этому нужно быть готовым. Отдыхаю. Наверное, сон – это единственный отдых, и стараюсь поменьше разговаривать перед концертом. Хотя это редко получается. На самом деле, все, конечно, от наших мыслей зависит. Если позитивно себя правильно настроить, все получится. Альметьевцы проводили землячку овациями и цветами. Впереди дебют в Метрополитен-опере в Нью-Йорке, а также на сцене Большого театра Лисео в Барселоне. В Альметьевске начинают готовиться к весеннему паводку. На совещании муниципального актива главой районам дано поручение вести беспрерывный мониторинг на участках с высокой вероятностью подтопления. Какие еще вопросы обсудили участники совещания, расскажем далее. В Альметьевске идет работа по строительству водного центра «Мира» с 50-метровым бассейном. По мнению проектировщиков, новый объект позволит Альметьевску приобрести статус центра развития водных видов спорта Юго-Востока Республики. По словам начальника управления по физической культуре и спорту, вопрос строительства остается одним из основных. С результатами деятельности и новыми задачами Искандер Самигулин ознакомил участников совещания районного актива. Он отметил, что на ближайшее время также запланирована установка лыжного модуля на территории, прилегающей к спортивному комплексу «Снежинка». В апреле 2016 года в районе создан центр тестирования, который ведет обработку данных по сдаче нормативов ГТО у работников предприятий и учреждений города. К выполнению комплекса приступили свыше 7 тысяч человек. 96 из них сдали нормативы на золотой значок. К слову, сдать ГТО на «отлично» означает определенные преимущества. В прошедшем году в Альметьевске построено 6 универсальных спортивных площадок. В Нижнем Актоме введен в эксплуатацию спортивный комплекс. На его базе открыта детская спортивная школа «Дивон». Пополнили копилку достижений и победы альметьевских спортсменов в соревнованиях республиканского, всероссийского и международного уровней. Вместе с тем, главное достижение – это рост числа жителей, регулярно занимающихся спортом. Сейчас таких 74 тысячи человек. Почти каждый третий в районе. На территории Альметьевского района в 2016 году проведено 230 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняли участие более 50 тысяч альметьевских. Также участники совещания ознакомились с итогами деятельности муниципального предприятия «Светсервис». Им ведется работа по организации уличного освещения, содержанию фонтанов, производству и передаче тепловой энергии. По итогам 2015 года, по итогам деятельности предприятия, сложился убыток 3 миллиона 367 тысяч рублей. Это вот деятельности котельных. В то же время, в 2016 году, благодаря слаженной работе коллектива и увеличению доходности предприятия за счет заключения дополнительных договоров, удалось убыточность предприятия свести к нулю. В завершении совещания глава дал соответствующим службам поручение взять на контроль работу по подготовке к весеннему паводку, ввести мониторинг качества питания в школах и детских садах и уделить повышенное внимание уборке дворов. Что касается последнего пункта, Айрат Хайрулин отметил, что каждый день он получает большое число обращений от жителей, которые сообщают о неудовлетворительной работе управляющих компаний. Глава района поручил задействовать все ресурсы в работе по уборке территорий. Все управляющие компании работают в одинаковых условиях, я об этом говорил на сессии. Средств, которые несут жителей ежемесячно по статье «Уборка придомовой территории», этих средств достаточно, чтобы погрузчик нанести за полторы тысячи рублей в час, и снег вывести, и все необходимые виды работы. Значит, мы, еще раз повторюсь, этот зимний период – это некий, может быть, экзамен для этих управляющих компаний. Елена Марданшина, Ильдар Гемаев, Ольметьевск ТВ. Праздник села. В 48-й раз в Ольметьевском районе прошла зимняя спартакиада сельской молодежи. В этом году почетное право проведения спартакиады было предоставлено поселку городского типа Нижняя Мактама. В спартакиаде приняли участие команды спортсменов сельских поселений, почетные граждане, а также руководители города и района. Зимняя спартакиада сельской молодежи – одно из главных спортивных событий года. В Ольметьевском районе спартакиада проводится в 48-й раз. В этом году право принимать лучших спортсменов со всего района удостоился поселу городского типа Нижняя Мактама. Для того, чтобы быть сильным, выносливым, нужно быть спортивным и здоровым. И вот по традиции у нас уже 48-й раз проходит сельская спартакиада, в которой принимают участие более 2,5 тысяч участников и жителей села. Глава района Айрат Харулин вручил награды сельчанам за особо спортивные достижения и пожелал удачу участникам спартакиада. И вот флаг поднят, зажжен огонь спартакиада, соревнования начинаются. Ветеран спорта, организатор первой сельской спартакиады, участник республиканских соревнований по борьбе крэш, трехкратный призор республиканских соревнований по гиревому спорту. Спортивный праздник собрал всех. Здесь и спортсмены, и победители прошлых лет, и небольшая армия болельщиков. Сегодня они стали свидетелями настоящих спортивных баталий. Перетягивание каната, борьба, гиревой, конный спорт, шашки, шахматы, настольный теннис, волейбол, армспорт, мини-футбол вывели своих чемпионов. Интересно же, надо же чем-то заниматься, кроме не все время работы, дом, дом, работа. А когда есть возможность где-то встретиться в спортзале или там на площадке, проявить свою, скажем так, активность и любимым делом заняться, это же здорово. Так проходили состязания по перетягиванию каната среди мужчин. Национальная борьба собрала большую толпу зрителей и болельщиков. В финале за победу вели спортсмены из сел Ново-Надырово и Васильево. Победу одержала ново-надыровская команда. Отлично у нас. На второй хороший сегодня, тем более праздник. Все отлично, да, это мужской праздник. Ну, по ночи подвела под воду, но если бы была так более-менее просладной, теплее, нормально было. Все хорошо. А так все хорошо, все отлично. Фу с победой очень сладко. В отличие от других площадок, на состязаниях по шахматам и шашкам спокойно. Сильнейшие умы Альмитинского района сражались за звание лучшего в настольных играх. Развивает, во-первых, память, во-вторых, скорость мышления, скажем так, потому что играли на 10 минут. Вот. Это хорошая гимнастика для головного мозга. На официальном закрытии спартакиада были названы сильнейшие. А флаг спартакиада отправился в Маметевское сельское поселение, где в 2018 году состоится следующая зимняя спартакиада сельской молодежи Альмитинского района. Полина Сураева, Льдар Гемаев, Альмитинск ТВ. Устраивали народные гуляния и просили прощения друг у друга. В последний день масленичной недели тысячи жителей в Альмитинске вспомнили добрые традиции прошлого. Пока одни провожали зиму песнями и плясками, другие посвятили это время молитве. Елена Марданшина сравнила народные обычаи масленицы с традициями церкви. Еще в давние времена масленицу ждали особо. Всю неделю народ гулял, праздновал. Девицы наряжались, выходили в свет, молодые играли свадьбы. Вспомнили добрые традиции в Альмитинске. Прямо на улице, перед дворцом культуры. Пели, плясали, водили хороводы, устраивали игры, угощались блинами. Что и говорить, любит русскую масленицу и сегодня. Мы очень любим. За веселый ее нрав, характер. Вкусные блинчики мы любим. Музыка, песни, танцы, веселье. Очень любим, потому что любим вкусные блины с медом, с икрой красной, с вареньем. И мы любим принимать это участие. Постоянно приезжаем в город, участвуем, поем, пляшем. Вот сегодня на Скичуе провели свою широкую масленицу. Приехали сюда поддержать Альмитинскую масленицу. Блинов хватило на всех и в городском парке. Ну, я обычно блины готовлю. У меня дети любят. Вот, зятя недавно угощала, как раз в пятницу. С творогом блины, с брусникой блины. Вот мой секрет. Традиционно с блинами. С веселым настроением. Пестрые рубашки, яркие шаровары, на головах разноцветные колпаки. Кажется, что нарядные скоморохи сошли со страниц русских народных сказок. В давние времена такие ряженые в народных костюмах тешили народ. Пели, танцевали, зазывали на праздник. Собирается народ, город. Это здорово, что мы можем здесь повеселиться, встретиться, что город дарит нам такой праздник. Огромное спасибо за такую встречу со знакомыми, друзьями и всеми. Спасибо, с праздником еще раз. Зиму провожаем, весну встречаем. Такой праздник веселый. Вот, блинами угощают. Деткам нравится, деткам нравится. Это чучело сжигают, интересно. И какая масленица без главной традиции – проводов зимы. Наши предки тоже в последний день масленицы обязательно сжигали чучело, как символ зимы, которая закончилась. Только зиму проводили, как она снова напомнила о себе. К вечеру пошел снег. А по православным канонам в последний день масленицы принято просить прощения. Верующие говорят, что делать это нужно для того, чтобы встретить Великий пост с чистым сердцем. По церковному календарю 26 февраля – прощенное воскресенье. Это последний день перед самым строгим и самым продолжительным постом, который начинается уже 27 числа и продлится ровно 7 недель. И церковная служба в прощенное воскресенье не похожа на все остальные. Верующие совершают коленопреклонную молитву. На коленях – и священники. После церковнослужители и прихожане все просят прощения друг у друга. Простить его или не простить – такую власть дает Бог человеку. И если он имеет такую власть – прощаем, то и Господь, имея власть, прощает наши согрешения, так же прощает наши грехи. Великий пост завершится 15 апреля. До этой даты православная отказывается от мяса и пищи животного происхождения. Но главное, как всегда напоминает церковь, – это пост душевный, когда принято делать добрые дела, прощать ближних, учиться смирению. Елена Марданшина, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. А сейчас возвращаемся к новостям культуры. Открой в себе талант. Конкурс среди юных чтецов, музыкантов и вокалистов прошел в Альметьевском музыкальном колледже. 40 участников, приехавших из разных городов республики, оценивало жюри в составе преподавателей колледжа. Динарис Баширов приехал из Азнакаева. Поет, по его собственным словам, с рождения. Собирается поступать в музыкальный колледж. Пока у него есть хорошая возможность произвести впечатление на его преподавателей, находящихся в составе жюри. Он исполнил песню «Именер Шаулы». Песня понравилась для душевных слов, про родной город, село, про любовь. Республиканский конкурс «Открой в себе талант» имени Фарида Ярулина проходит второй год подряд. Он собрал 40 участников из разных городов и районов республики. У нас в номинации есть вокальное исполнительство, ансамблевое исполнительство, как вокальное, так и инструментальное, художественное слово, то есть чтение прозы и стиха. Жюри строго оценивает конкурсантов. Музыкальность, владение инструментом, сложность музыкального произведения. Пристальное внимание уделяют костюму и подаче текста на сцене. При этом выступить могут не только ученики музыкальных школ. Евелина и Ксюша – ученицы 20-й школы. На конкурсе выступает в дуэте. Выбрали эту песню, потому что мы любим более драматические такие песни, в которые можно вложить чувства. И вот выбрали эти. Я никогда не выступала на таких мероприятиях. И страшно немножко, но получаешь огромное удовольствие. Для участников это хорошая возможность оценить как свои способности, так и познакомиться с ребятами из других городов. Многие из них впервые выходят на сцену. А еще это неплохой трамплин для тех, кто хочет получить музыкальное образование. Дети, которые участвуют в этом конкурсе, они имеют право вне конкурса поступить в музыкальный колледж. То есть они без вступительных экзаменов сразу становятся студентами колледжа. Радик Архимов, Елена Марданшина, Эдуард Паркопьев, Альметьевск ТВ. Это были все новости на сегодня. Наш выпуск подошел к завершению. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова